Привет, ребята! Привет из Лондона! Привет из моего угла! Сегодня 14 октября, время почти 9 часов вечера в Лондоне, температура за воротом 13 градусов тепла. А мы с вами сейчас начнем, как всегда, разговаривать не только лишь обо всем. Но сначала я бы хотела вас поздравить с Днем Покрова Святой Богородицы, 14 октября. И в этот день всегда лично я и в старину замечали погоду. Какой будет погода сегодня, такой будет она в ближайшую зиму. У некоторых выпал снег, с чем я вас поздравляю, потому что значит будет урожайный год. Ну а что касается нашей погоды, то сами понимаете, вот это вот слякать и слякать, ну вот в общем-то относительно тепло. Ну а сейчас я бы хотела вас ознакомить с таким интересным материалом, как результаты первого этапа выборов в Литовский Сей. Кто сейчас скажет «чо», и кто сейчас скажет «И что», «И чо», то вы не правы, но можете идти играть в PlayStation, а для всех остальных это действительно будет интересно. Потому что, во-первых, победу окончательно почти вырвали из рук консерваторов либерал-демократы, что неудивительно, и прочие разные такие левые народные течения. Вот все для народа, все, как говорится, для этого, как он называется все время, вот я забываю, это вот человека, вот эта женщина, которая, это права у нее тоже, вот это вот тоже все время забывают, вот это как это называется, гендерное, вот это равенство, вот это тоже всегда забываем. Вот, в общем-то, все хорошее против всего плохого, особенно учитывая, что долгое время у нас в Литве преобладал клан так называемого Ландсбергеса. Кто знает, кто такой Ландсбергес, тот знает, что благодаря ему развалился Советский Союз. Вот, ну и, в общем, сейчас по главе этого так называемого Союза Отечества стоял его внук, о чем он мечтал, чтобы он был президентом Литвы. Ну, судя по тому, что этот парень недавно купил себе виллу в Греции, то, скорее всего, он уже, как говорится, отъедет туда. Вот, в общем, он был очень грустный, хотя партия, это Союз Отечества, то есть правая, заняла второе место, значит, после социал-демократов с 17% голосов, ну, на третье место вышла черный лебедь литовской политики, так называемый Ремигиус Жимайтайтис со своей партией Заряна Днема. Нам так красиво звучит. Ну, в общем, он такой очень харизматичный парень. Я когда его посмотрела фотографию, потому что я им не интересовалась до этого, я сейчас посмотрела фотографию, вот, и такое, знаете, первая мысль, это такая, хороший мальчик, 72-го года рождения, он, значит, хороший мальчик, иди к маме, который помнит из бриллиантовой руки вот этот эпизод. Хороший мальчик, иди к маме. Ну, вот он-то тоже из таких хороших мальчиков, которые вот иногда что-нибудь вот так вот раз, и вот он так уже сделал. Значит, ну, раньше он был, чтобы я, чтобы вы понимали, он раньше интересный такой был в партии, значит, Тайка, это Тайка, свобода, Тайка, мир и справедливость. Ну, говорят, что тут свобода и справедливость, не знаю. В общем, он был в партии нашего президента Паксоса, которого мы лично, я выбирала, вот, ну, его потом, что называется, сразу же, что называется, сравняли с лицом земли за то, что он дал гражданство своему, ну, спонсору, скорее всего, вот, но он был русский по происхождению, хотя он в Литве жил, но был, у него фамилия была русская, этого было достаточно, чтобы, как говорится, сравнять его с лицом земли, вот, такой был, наверное, подающий надежды, такой вертолетчик, летчик, вертолетчик, вот, он в основном воевал, сначала он был премьером, а потом его выбрали президентом, значит, он воевал за то, чтобы не национализировать, то есть не приватизировать, это нефтезавод, значит, единственный в Прибалтике тогда был, чтобы его не национализировали, не приватизировали американцы, приватизировали они его очень интересным способом, и этот завод подарили американской компании «Вильямс», и еще заплатили, чтобы, чтобы, ну, за ремонт, чтобы они сами не трудились, чтобы им еще и на ремонт хватило, вот, но потом, в общем, короче говоря, в результате позже эта компания перешла, этот завод перешел к Юкосу, к товарищу Ходорковскому, который тоже в Лондоне на соседней со мной улице проживает, это, в общем, короче говоря, вот этот же Майтайтис был в этой партии, а потом он из нее, его выперли, вот почему. В мае 1923 года Ремиги же Майтайтис опубликовал в Фейсбук антисемитские комментарии, в которых утверждал, что евреи и русские угнетали этнических литовцев во время Второй мировой войны и несут ответственность за резню в деревне Пирчупае в 1944 году. Эти комментарии вызвали рискую критику и осуждение со стороны литовских политиков, еврейской общины Литвы и многочисленных послов в Литве. Генеральная прокуратура начала расследование действий Жемайтайтиса. 19 мая 1923 года Свобода из Прилес прекратила членство Жемайтайтиса в партии, а временным представителем стал Артур Павласкас. Но 19 мая, а уже в октябре 1923 года он создал новую партию, вот это Заря над Неманасом, которая вышла на третье место и теперь без учета ее, так сказать, наличия создать устойчивую коалицию в парламенте. 141 голос, еще раз говорю, а надо, чтобы 80% голосов было, чтобы парламент был жизнеспособный, не был взвешен, это подвешенный парламент, и чтобы они могли принимать законы. Ну, в общем, короче говоря, интрига вот сохраняется. Я лично вижу, что тут что-то не то, кто конкретно продвигал эту партию, все боятся его, этой партии. Значит, во главе этой партии 2000 с чем-то человек, и стоят три человека, одна из них, дама, тоже такая, как это называется, облако в штанах, вот, она, значит, профессор теологии, теологии. Если учитывать тот факт, что Папа Римский особо заинтересован, как считается, вот, в сохранении, вот, так сказать, влияния над вот этими вот странами, а с другой стороны, британская, значит, фамилия интересуется тоже вот этой вот, что называется, от можа до можа, чтобы было же, вот, то тут как бы схлестнулись интересы этих двух групп влияния, и вот, что тут будет дальше, надо будет посмотреть, но я еще раз повторяю, что я вижу в этом же Майтайтисе, я вот как-то так вижу, что это мы имеем дело с будущим президентом Литвы, не знаю, почему я так думаю, ну, а сейчас мы с вами поговорим на довольно-таки штикотливую тему. Великобритания и ЕС намерены зарыть топор войны за Брекзит, а также наладить сотрудничество по Украине и ближневосточному кризису. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лами был приглашен на заседание Совета по иностранным делам в Люксембурге в понедельник лично в Орелем. Это будет первый раз за два года, когда министр иностранных дел Великобритании присоединится к группе из 27 стран, значит, министров ЕС, переговоры будут посвящены основным проблемам, стоящим перед европейской безопасностью в меняющемся и непредсказуемом мире. Это произошло после недавнего визита Саракера в Брюссель, где премьер-министр пообещал выйти за рамки Брекзит и сделать так, чтобы отношения Великобритании и ЕС работали на благо британского народа. Ну, а на благо чего народа? Еще они должны работать. Министр иностранных дел заявил, что участие, министерство заявило, что участие Великобритании во встрече станет частью более регулярного взаимодействия, а также планов по более тесному сотрудничеству по международным вопросам. Господин Лами сказал, что безопасность Великобритании неотделима от европейской безопасности. Это правительство намерено восстановить наши отношения и углубить связи с нашими европейскими партнерами, чтобы сделать всех нас более безопасными. Этот визит – возможность для Великобритании вернуться за стол переговоров, обсудить самые острые глобальные вопросы с нашими ближайшими соседями и решить сейсмические проблемы, с которыми мы все сталкиваемся. На прошлой неделе премьер-министр встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой для переговоров в Брусселе. Сыркер пообещал продолжить прагматичное, разумное руководство, поскольку он настаивает на перезагрузке отношений между Великобританией после хаотичных лет правления Тори. У них везде, если что, сразу Тори хаотично правили. Одни они правят демократично. И по этой причине, еще раз хочу повторить, меня не удивляет, что в Литве к власти пришли откровенно левые силы, народные, такие же, как в Британии. Им проще, видимо, договориться будет, давать ценные указания, но я еще раз хочу сказать, что неважно, какие у них тут политические предпочтения, все они работают, как говорится, как одна швейная машинка, строчат неутомимо. Единственное, что выбился из этого общего хора, товарищ Орбан, и он выбивается, серьезно выбивается. А будет ли вот это вот литовское, это вот это вот черный лебедь куда-то затянет Европейский Союз, лебедь, рак и щука? Это неизвестно. Тем более, что на роль рака тоже уже вышла Польша, которая сказала, что она приостановит вот это вот соглашение по предоставлению всевозможным беженцам ужасно вот им всяких разных льгот. И уже из Евросоюза прозвучал окрик, ну а что тут сделать, если Орбан уже, как говорится, одному, как говорится, всем вместе уже не так страшно противостоять диктату Мандерляйнихи, который уже товарищ Сиярта, министр иностранных дел, значит, он тоже такой бравый парень, и он сказал ей, we are not the nation, я воль. Вот, так что заткнись. Ну, значит, вы знаете, что 18 числа президент, самый из всех Соединенных Штатов Америки, приедет таки к Штайнмайеру в Германию, и, значит, ему, чтобы вручили орден. Он приедет на один день, никакие там Рамштайн и Шманштайны его не интересуют, его интересуют сугубо, чтобы его наградили за заслуги, которые он действительно заслужил за всю свою долгую и успешную карьеру. В июне на предварительном слушании в Королевском суде заявлено, что семья Стеджес хочет, чтобы Скрипали дали устные показания, чтобы ответить на оставшиеся вопросы. Однако в последующем решении им было отказано в этом, поскольку в соответствующем постановлении говорилось о непреодолимом риске нового физического нападения на этих самых Скрипалей. Тогдашний министр внутренних дел Придипотель распорядилась преобразовать дознание по делу о смерти мисс Стеджен в общественное расследование в 2021 году. Расследование по делу Даунстеджен под председательством бывшего судьи Верховного Лорда Хьюза из Умберли должно начаться в понедельник в Гилфорде, Гиллхоле в Солсбери. Значит, я сейчас скажу. Значит, вы знаете, что когда вот эти вот страшные, пристрашные агенты отравили семью Скрипаля, Юлю и папу в Солсбери, то буквально через полгода найден был флакон из-под духов Нина Ричи. И вот этот вот, значит, они такие, ну, типа, такие как-то, ну, не то чтобы совсем бездомные, но вот такие вот они были, такие вот. И, значит, этот мужик нашел в мусорке где-то, и он этой Стедженше своей подруге подарил эти духи. Они были не распакованы даже, выброшены в мусор и лежали в мусорке полгода. Ну, якобы это выбросили вот эти вот агенты. И она надушилась этими духами и умерла женщина. Вот, интересно здесь много чего было. Интересно, я, честно скажу, я была в Солсбери, специально ездила, специально забиралась на этот самый собор. Чуть у меня вся дыхалка там не кончилась, забираясь на этот самый высокий шпиль самого высокого собора в Британии, точно там очень высоко. Оттуда видно все, что угодно. Оттуда видно именно лаборатория Портендаун. Тоже видно. Кто знает, что такое лаборатория Портендаун. Вот. Ну, и городок Солсбери такой весь из-под себя. Приятный городок, битком забит туристами, автобусами, китайцами, которые сначала на собор приедут полюбоваться. Не все залезают, между прочим, на него, как я залезла, потому что это высоко. Вот. А они только так вокруг походят. И так вокруг тоже красиво. И потом они едут на Стоунхенч. Так, экскурсия состоит из двух частей. Из-за вот этот собор, а потом Стоунхенч. И вот они все там, я вам говорю, это битком забито все. И поверить в то, что... Нам показали, я специально спросила, я скажу, что вот я показала дом, где находится Скрипали, ну, с высоты, так сказать, собора. К самому дому мы не ходили. Еще заразимся чем-нибудь там, да. Вот, и, значит, ну, и, в общем, короче говоря, как вы знаете, эти самые Чипигас Петровым купили ботинки в этом Солсбери. Но я тоже себе купила обувь, наверное, в том же самом магазине, которым они купили. Но это я не знаю, честно говоря. Но я такие, когда купила себе ботиночки, тоже, ну, как бы вот так вот по следам, как говорится, российских шпионов прошлась. Вот, не знаю, где там была эта лавочка. Ну, нам это никто... Ну, я не знаю, на которой они сидели. Я не знаю, это Озерко, где-то там утки. Это я тоже не знаю. Там, как говорится, 2-3 улицы, и там это уже все прошло. Вот, единственное, что я так сильно обозреваю, что вот с этого Порт-Андауна некоторые товарищи, это вот там, ну, как бы там что-то там где-то... Ну, знаете, я химические элементы смешал, то-да-сю-да. И уже, в общем, короче говоря, интересно здесь не это, а то, что эти слушания состоятся в этот понедельник, начнутся. Ну, насколько я знаю, такого рода слушания, они длятся как минимум год. Кого при этом притянут к ответу, сложно сказать. Но дальше больше. Осенью 21-го года британский премьер, тогдашний, Борис Джонсон, в телефонном разговоре с Путиным. Путиным сказал ему, у вас нет причин вторгаться в Украину. Украина ни за что не вступит в НАТО в ближайшее время. По словам 81-летнего Вудворда, чья сенсационная новая книга «Война» рассказывает о закулисной истории российского вторжения в феврале 22-го года. Путин ответил, что вы имеете в виду про ближайшее время, когда это будет, в следующем месяце. Борис настаивал на своем. Реальность такова, что Украина не собирается присоединяться в обозримом будущем. По его мнению, Путин знал, что Украина ни за что не вступит в НАТО, но хотел подтолкнуть западных лидеров к тому, чтобы они заявили об этом публично. Это вот надо книгу почитать вот этому человеку в зеленом, который почему-то думал, что его друг Борис, Путин знал, что Украина не вступит в НАТО, но об этом не знал украинский президент. Роковой телефонный звонок раздался после саммита G20 в Риме в октябре 21-го года, когда Бориса и мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена, премьер-министра Франции Мнелли Макрона, канцлера Германии Анжелу Меркель и ее будущего преемника Олафа Жульца, тайно проинформировали о планах российского вторжения. Комнату проверили на наличие жучков, чтобы убедиться, что эти 12 человек не были тайно подслушаны. Понимаете, 12 человек? 12 человек – это жюри обычно в суде. «Когда президент Байден говорил им, мы все видим, что русские вновь собрали силы на границе, как они это сделали в апреле, теперь у нас есть информация о том, что они на самом деле думают, планируют и замышляют. Мы не знаем, действительно ли они решили напасть, нажать на курок, но пистолет уже взведен». Видите, как Байден красиво рассуждает. «В то время, как Борис, который был аналогичным образом проинформирован МИ-6 и министром обороны Беном Олесом счел разведданные полностью достоверными». Согласно новой книге Вудворта, которая выходит завтра, Макрон и два немецких политика оставались скептичными. Возможно, это был блеф Путина. Но Джонсон считал, что Путин чудовищен, раз даже думает об этом. Пишет Вудворд. Легендарный журналист. 81 год, ему уже, кажется, пора туда. И он решил написать книгу, чтобы легендарно закончить свой путь земной. Прости, Господи, что скажешь. Пишет Вудворд, легендарный журналист-расследователь, который вместе с Карлом Бернштейном помог свергнуть президента Ричарда Никсона в результате Ортергейтского скандала. Для Путина все это было игрой. Он заманил Запад в ловушку, думал Борис. Но он настаивал, что публичное противостояние политике открытых дверей НАТО для новых членов было бы признанием поражения. Это вот так переведено. Вы меня не спрашивайте. Я не выпиваю. Если вы выпиваете, выпейте и поймите, что тут написано. Именно тогда он признался своему соратнику, что Путин – мелкое, подленькое ничтожество. А я, лохматый Борис, большое, вонючее, потому что я считаю, считала и буду считать. Из-за него началась вся эта бойня, где украинский народ буквально как каких-то… Мне даже нет слов. У меня кровью сердце обливается, когда я это все вижу, как людей тащат. В общем, это какой-то ужас. Вот этот вот «Океан Эльзы». Даже английские газеты написали, что этот «Океан Эльзы» концерт в Киеве, который был в прошлой году, в субботу, когда люди с дуру туда пошли, билеты купили, вышли с этого кинотеатра и их стали тащить на войну. Вот это вот, в общем, ужас. Какой-то просто трындец. Просто трындец. И будут они еще здесь рассказывать, что Путин такой, а мы какие святые. Давайте будем просто воевать этих несчастных людей. Боже, боже, боже. Всего через несколько месяцев, 24 февраля 2022 года, российские войска пересекут украинскую границу для проведения специальной военной операции Путина. Однако их быстрая победа не увенчалась успехом. И сегодня, более двух с половиной лет спустя, конфликт унес сотни тысяч людей. Действительно, как же это так? Ну, в общем, вот так примерно мы с вами сегодня закончим на этом. Завтра, наверное, я вам расскажу что-то более интересное, что я хотела давно и никак не могу рассказать. Ну, а пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин